Большой привет всем зрителям, с вами Катархонд и сегодня мы с вами посмотрим на игру Порт Рояль 4. На данный момент эта игра уже должна выйти в общий доступ, ну а мне дали ключ к ней пораньше, чтобы я успел ознакомиться, пройти обучение и естественно подготовить для вас материал. Этот ролик спонсорский, мне прислали ключ и попросили эту игру посмотреть. Никаких ограничений по поводу того, что я там должен только восхвалять, не показывать плохие моменты или прочее нет. Так что просто спокойно посмотрим на игру, если она покажется интересной, то обязательно в нее сыграем. Само по себе по тематике эта игра предлагает нам с вами окунаться в борьбу на Карибских островах, выбрать одну из четырех стран и сначала быть небольшим торговцем, потом постепенно выкупать под себя права своеобразные и стать сначала властителем города, а потом и множество колоний, возможно даже по всей потом Карибской области. Четыре страны здесь игровые, по сути это Испания, Англия, Нидерланды и Франция. Кстати от них как раз и играются компании основные, при том испанская компания. Это стартовая, начальная, интересная и более-менее такая сбалансированная для новичков. И вы видите здесь какое огромнейшее количество колоний, но в противовес ей здесь Англия. Вроде бы небольшую область занимает, но она в союзе с Францией идет. И еще и Нидерланды здесь есть. У каждой страны небольшая такая история у компании. Ну и давайте за испанцев погрузимся. Кроме того, здесь за обучение предлагают неплохие плюсчики, корабль свой собственный. Так что я его полностью прошел и надеюсь воспользуюсь бонусным кораблем. И сразу же после выбора страны нам предлагают выбрать персонажа. Авантюриста, торговку, буконьера, либо же пират. То есть такие своеобразные четыре класса, которые по своему будут прокачиваться и иметь свои бонусы. И подобрал я себе авантюриста вот с таким флагом Сюньер Санс у нас с вами. Опыт капитанов растет на 25% быстрее. Можешь заказать сюда, который уничтожил в бою. Очень классная вещь. Ну и на 20% слабее в абортажных боях. И это не так критично. Еще мне здесь понравился торговец. Но возможно потом поиграем. И если вам зайдет эта игра и мне тоже понравится. Но сейчас давайте продолжить и погружаемся в компанию. В Мадрид 1572 год у нас тут небольшая заставочка. К концу 16 века владения испанской короны столь обширны, что солнце никогда в них не заходит. Сокровище со всего света стекается в метрополию. И особенно в Мадрид. Где расположен королевский двор, меколь стецов, интриганов и чиновников. Всякий, кого судьба наделила титулом или богатством, найдет себе здесь удобное местечко. Тем же, кто этого лишен, есть прежде всего один путь. На Карибу. В испанские колонии, откуда везут через Атлантику щедрые дары Южной и Центральной Америки. Педняков никто насильно не удерживает. Поскольку жизнь в колониях трудна, а рабочих рук не хватает. Переселенцам руководит надежда избавиться от нищеты и обрести свободу, а может быть и процветание. Но даже величайшие правители Европы с завистью поглядывают на заморские владения Испании. Их баснословные богатства сулят то, перед чем не устоять ни одному монарху власть. А значит, кто и когда открыто бросит вызов испанскому господству, это лишь вопрос времени. Небольшое вступление вот такое-то у нас. И вот наше первое задание — это обеспечить удовлетворение насущных нужд жителей наших окрестностей. А так, в целом, ситуация плохая. Хоть колоний много, но снабжение большинства из них страдает. Из-за того, что расстояние между колониями огромное. И нам с вами придется налаживать производство, поставки, потом и развивать новые, как видите, города строить, поселки, добычи, фермы. И все это ляжет на наши хрупкие плечи. Представьте, у нас всего-навсего один караван, который состоит из двух бригов. У нас нет ни капитанов, никого, товаров тоже. Как видите, пустой экипаж, прочность хорошая, стоимость немаленькая, ну и скорость вполне себе приятная. Черный уголь. Ну ладно, ставим пока такое название. Что по журналу? Посмотрите-ка, у нас задание. Число городов, в которых у вас есть торговая лицензия 5 должно быть. И нам предлагают обратить внимание на ряд городов. Доставить 1011 товаров из городов, где они производятся, в другие города. И уровень довольствия в нашем родном городе Севиля должно быть 90%. То есть да, вот у нас стартовый родной город, который мы будем раскачивать. Ну и от него отвозить вот в эти вот соседние города какие-нибудь интересные ресурсы. А возможно и сюда. Тоже недалеко и можно неплохо так поторговать. Это наши пока основные задачи. Здесь можно также тхать карта сокровищ, сатуэтки разнообразные. Ну и тактики, которые у нас будут прокачиваться особо. А потом и тактики вот эти вот разовые, очень сильные и мощные. Но пока они нам не доступны. Хотя зря я сказал, что у меня всего один караван. Нет, у меня еще один караван Немо. Здесь у нас с вами находится флейт. И еще каравал Изабелла из двух барков. Прекрасно. То есть у нас флот-то стартовый хороший. Так что с вами можем рожиться. Пока капитанов нет. И чтобы их вообще нанять, надо, чтобы вот наш вот этот вот вице-король страны Испании был доволен нами. Получать славу. И только тогда мы сможем прокачать себе и взять нового капитана. Естественно, нам нужны определенные поставки исполнять. И тогда слава будет расти, расти, расти. И мы с вами сможем расширить свое влияние. А потом и под свой собственный контроль забрать ту же самую Севилью. Сделал основную первую закупку. Посмотрите-ка, здесь хлопок захватил. Здесь тоже хлопок. Ну а здесь еще фруктов и ром. И направил один корабль в Валедолит. Другой в Сесалия. Другой сюда в Эванхелист. В итоге потом отсюда я закуплю новые товары. И опять буду их поставлять с выгодой. Продажа здесь примерно с выгодой в 50%, в 60%. Вот так вот пока сейчас будет идти. Можно, конечно, и дороже. Но я буду на такие средние товары ориентироваться. И стараться, чтобы в Севиле у меня был достаток всего. Мне здесь надо удовлетворенность. По журналу, посмотрите, добить до 90%. Ну и еще и тысячу товаров из городов, где они производятся, в другие города доставить. Так что сейчас этим как раз и будем с вами заниматься. Нам на это дано определенное лишь время. То есть нам надо успеть и выполнить. Поэтому давайте запускаем время. Ну и наши корабли, как видите. Три основных вот этих наших корабля поплыли в соседние города развозить товары. Ручная торговля, это, конечно, хорошо. И я немало денег подзаработал, с учетом того, что у меня еще и в караванах очень много дорогих вещей. У меня 90 тысяч все равно на руках есть. И более-менее опыт растет. Кроме того, уже 600 единиц из тысячи продал. Здесь 85,5 и скоро будет процент. То есть в скором времени 90 доберем. Хотя прошло всего 8 дней, уже неплохо. Но я думаю, самая пора создать маршрут торговый, который нам облегчит ситуацию. Так что давайте первый маршрут создаем. Кроме того, по ходу игры, смотрите, появляться будут вот такие вот звездочки с городом. Это означает, что жители этого города уже долгое время недовольны. Отсутствуем какой-то товар. В данном случае 90 единиц мяса. Можем принять это задание, найти потом поселение, где это мясо производят. И оттуда привезти эти 90 единиц. Хотя есть проблема в том, что мясо производят... Посмотрите, где далеко-то и сюда надо плыть за мясом. Это, конечно, как-то... А, нет, вот сюда в Тэллоу можно приплыть. Ха. Ну что ж, давай тогда, наверное, я возьму это задание. У нас до февраля надо с этим расправиться. А вот и все. Мы выполнили с вами еще одно задание 13 января. Второе, где нам надо тысячу продать. Притом, смотри, 8-7,5% в скором времени еще и добьем. И это дело. И кроме того, смотри. У нас караван уже в целом общую прибыль у нуля держит. С учетом того, что первые дни он, как вы понимаете, не приносит ничего. То есть караванчик из трех городов вполне себе неплохо сейчас дает нам прибыль. Я буду расширяться еще и на новые города. Я и здесь лицензию, и там лицензию покупаю. Ну, специально. Чтобы можно было лучше торговлю вести. Благо, у нас полно кораблей. Так что можем и туда, и туда, и туда каждый раз отправляться и что-то интересное закупать. Вот, смотрите, уже караван общая прибыль в 13 тысяч пришел. Замечательно. Отлично. Мы достигли трех целей. И нас хвалят. За 22 дня. Теперь нам предлагают задание. То, что мы производством займемся. Число ваших предприятий, где производится товар зерно, древесина, пиво и тысячу. Из города в Маракаево в другие города отвезти. Ух, интересное дело нам задают. Ну что ж, ладно, давайте займемся. Благо, тут есть свои советы и предложения. И очень хорошо то, что мы выполнили эту цель раньше. И, получается, эти цели у нас открываются как раз, получается, не от этой даты, а просто до какой они были запланированы. Ну, хорош. Ну и да, смотри, мы можем реально получить разрешение на строительство за 25 тысяч. Потому что мы хорошо известны в этом городе. Давай. И теперь, получается, мы можем в этой колонии строить самостоятельно. Вот оно. Этот город. Здесь, конечно, расположение, возможно, неудобное сейчас. По производству здесь что у нас? Есть предприятие по добыче древесины одно. Но мы с вами сами можем построить новый. Ну и давайте в меню строительства посмотрим здесь, что к чему склад нам пока не нужен. А вот приятие по добыче было бы неплохо. Единственная проблема в том, что его пока особо никуда не закинешь. Везде в основном нейтральное. Кроме того, посмотрите, на каждое здание нам надо с вами ресурсы, так еще и денюжки. То есть это дело не очень-то быстрое и, можно сказать, не такое уж и прибыльное. Ну и ничего, давайте займемся. Постепенно прокачивать будем это дело. В компече я тоже могу разрешение на строительство купить. Ну и думаю, хватит. Здесь в компече нам с вами необходимо выращивать дерновые. Боюсь, что денежек мне сейчас на все это дело не хватит. Но давайте, конечно, посмотрим, сколько здесь будет стоить постройка. Вот, со складом здесь бонус. Ну, 20 тысяч. То есть в целом должно хватить. Давайте вложимся в одно. И теперь пока временно без денег побудем. Ничего не поделаешь. Ну и три города, где мы с вами как бы уже управляем. Это хорошо. Так, еще одно задание. Смотрите, здесь нас просят поискать друга Лусидио. То, что он скорее всего где-то пропал, и его, по сути, он давно уже на ладан дышит. Ну давай примем. Ну, уже до 20 февраля выяснить, где здешний крест находится Лусидио Алонсо, недалеко от Москито. Отлично, смотрите-ка, 25 славы за то, что мы с вами выполнили задание. У нас уже первый уровень славы, сейчас можем его как раз прокачать. И, кстати, здесь есть интересная статистика страны. Посмотрите. Да, реально Испания сейчас выглядит намного сильнее, больше торговых караванных, военных. Но если посмотреть так, то французы с Англией союз разорвали, зато вот Англия с Голландией сейчас в союзе. И как будто так-то, если все вот эти вот три страны объединятся и вдарят по Испании, тогда да, будет тяжко. Ну а пока вроде живы-здоровы, и вот, концессия. Здесь мы с вами можем потратить как раз ресурсы на то, чтобы улучшить что-то из показателей. В основном это премия для переселенцев, и тем самым число ищих работ у Испанских колоний возрастет. Либо же граждане лучше, и те города, которые мы управляем, на 10% удовлетворенность там вырастет. Можем начать производить разнообразные ресурсы, либо же просто капитан. Ну давайте первую славу потратим на капитана, пускай будет. Ну а наш караван, кстати, 26 тысяч уже привнес. Немного, конечно, но вполне себе хорошо. А если говорить по всей компании за это время, то смотрите. Доход у нас неплохой. У нас стартовали с 200 тысяч, сейчас уже 350 почти. То есть 150 тысяч в плюс мы за это время за месяц увеличили. То есть почти на 100% подняли свой стартовый капитал. Это в целом неплохо, с учетом того, что я только осваиваюсь и многие моменты еще не знаю. Здесь мы в целом с вами идем вполне себе годно пока что. Смотрите, как удобно. Нам опять те города дают задание 7 с мяса привезти. Я такой принимаю, а у меня тут рядом в Севиле стоит флот как раз 71 мяса. Замечательно. Просто сразу же выполняем и получаем славу. Замечательно. Получен тактик ремонта, кроме того еще одно очко славы. Ну и смотрите, первый уровень был 25, второй 50, а третий уже 140 требует. То есть с каждым разом нам все больше и больше придется копить очков славы, чтобы раскачиваться. Нелегко, но что поделать. Давайте возьмем пивоварню. Теперь мы с вами сможем построить производство и зерна производить пиво. Смотрите, у нас тут новое задание. Ну как задание? Возможность купить карты сокровищ за 10 тысяч. Давай принимаем и посмотрим, что к чему у нас. Открывается верхняя часть и где-то, скорее всего тут, возможно где-то рядом, но мы с вами найдем сокровище. Это не быстрое дело и мы его не в скором времени получим, но со временем, да, мы его найдем. Ну и смотрите, первый торговый маршрут 167 тысяч, второй 95 уже. Денюжки просто копятся раз за разом и это хорошо. Мы с вами торгуем, производство настраиваем, кроме того отношения улучшаем с короной. А значит в будущем нам будет доступно все больше и больше разнообразных вещей. Наконец-то у нас первый капитан доступен. Караван не терпит... Ага, области штиля. Прекрасно. То есть хороший штурман подает заявку. 60 ежедневное жалование. Замечательно. Удивленность 90%, третий уровень. Ну что ж. Я думаю, нам подойдет такой капитан. Давай. Берем тебя и назначим сейчас. Все. Работай. Притом смотрите, как интересно. Севилья это мой стартовый город и я здесь могу строить все сразу же. Притом не просто даже строить какие-то предприятия, а даже все города. А вот, например, в этом городе Кимче я и строительство могу только, например, малый склад воздвигнуть и все. И предприятия. Но ни жилые районы, ни что-то еще я здесь не могу самостоятельно расширять. То есть мне приходится ждать, пока Ишка сам это сделает. Либо же, да, мне надо набрать здесь 400 работников, и тогда я смогу попросить, чтобы этот город передали мне. Севилья же подо мной, поэтому его я могу развивать так, как мне угодно. Улучшать, строить здесь новые места никто мне не запрещает. Это на самом деле радует. И смотрите, как прикольно. До 9 апреля и я 7-го прибываю, чтобы доставить оставшиеся товары. Все. К абортажу готовы. Тактику получили. 25 слава. Прям в последний день урвал, знаете. Ну вот так, по заданиям, я уже в скором времени сделаю 4 производственные древесины, зерно добиваю, пиво. Ну и постепенно из Маракаеба развожу людей, чтобы они работали. Ничего себе. Посмотрите, нам задание в Маракаеба доставить 235 единиц роскоши, можно так сказать. Это очень много, с учетом того, что, ну, максимум, наверное, вот здесь вот можно найти. И здесь его будет 50. То есть, серьезно, откуда у них такие запросы, как их удовлетворить, я даже не представляю. Не, такие задания я брать уж не буду, какие-нибудь легенькие, да, вот такие вот, где нам предлагают почти невыполнимое задание, ну, не. Это уж слишком. Ну, а смотри, торговая маршрута 227. Ух, неплохо. Один, другой 119. Ну, хорош. То есть, я выгодный, я маршрута назначил, они ездят, зарабатывают мне новые деньги, я только за. Так, и опять задание в ТЭЛу доставить 50 до 15 мая. Не, ну, задание вот этого, кстати, несложно. То есть, еду добыть несложно, единственное, что овощи не везде производится, у меня только одно место. Откуда я могу овощи завозить? Ну, ладно, может быть, где-нибудь по пути еще найдем. Ну, кстати, смотри-ка. Приветствую, хоть я и отошел от дел, но не прочь дать одному из ваших капитанов урок, чтобы поделиться опытом, разумеется, обмен на соответствующие вознаграждения. О, давай. Смотри-ка, как хорошо нам повезло. Давай-ка сюда. Принимаемый капитан Санчо Вега встречается на берегу с наставником, который зовут Вентуру Ортис, и терпеливо слушает его поучение. Спустя несколько дней он возвращается на борт с множеством новых познаний. Неплохо, так за денежку мы сами три навыка новых получили. Неплохо, то есть он может либо на предводитель на бой раскачаться, либо на Орлиный Глаз патрулирование и обзор. Но патрулирование мы особо не пользуемся. Канонир наносит на четыре больше урон, тоже сейчас особо не нужно. Матросов больше. Вот, да, матросов можно бы взять, но у меня сейчас боевых кораблей тоже нет. Ну, давай на будущее возьмем. Вот. Все, раскачиваем своего командира. Притом, в столице испанских колоний я без проблем овощи себе нашел. Осталось еще фрукты здесь прикупить, и можно возвращаться и выполнять так быстренько задания. Ну и заодно, естественно, я каждый раз, когда сюда приплываю, себе забираю народ. Потому что его здесь много, а нам надо его раскидывать по своим городам, чтобы он там селился, работал. Ну и заодно выполнять задания вот это вот. Чтоб тысячу человек оттуда вывезти на работу в другие места. Да, люди приплывают, хотят работать, и мне сообщают все время, что не хватает жилья. Почему сообщают мне, я, честно говоря, не понимаю, потому что я пока не могу здесь особо работать. Если на это хватает средних материалов, вовремя заказывать. Нет, не заказывает, как видите. У меня там поставка идет, но почему-то как-то они заказы не действуют. Ладно, надеемся, что со временем построят и ситуация улучшится. Ну и, конечно же, мы можем расширяться. Например, шлюпы. Смотри, нам предлагают барки купить. Ну а что ж, я не против. В целом-то давайте закупимся. Шлюп. Правда, маленький. Вопрос, что по скорости. 11 узлов всего. Ну давай возьмем шлюп и пару барков. Смотрите, какое интересное задание. У нас большая верфь, но в последнее время она простаивает. И... Ага. Пока говорил я об этом задании, оно пропало. Ладно, грустно, могли кораблю с 50% скидкой себе заложить. Но что поделать. Не успели. Значит, не судьба. Смотрите-ка, мы сами нашли бутылочку в воде. О, карта сокровищ. Какая часть? Ага. Попробую угадать где. Все. Выполнили все цели. Да-да-да-да. Важный товар. Особенно для трудолюбивых жителей небольших городов. То есть, понятно. Теперь мы должны сюда доставлять необходимые товары. А потом уже серебряный флот будет забирать. И вот у нас новые задания, как раз, которые появились. Число ваших предприятий в городе Севиле, где производится товар хлопок, 4. Также в Севиле табак, 4. И вы доставили в город Маракайба 500 единиц колониальных товаров. А колониальные товары это хлопок, табак, кофе и какао. Нормально. То есть, нам продолжают давать новые задания, которые будут заодно и с механиками нас знакомить. Ну и позволять, естественно, нам расширяться и улучшать свою ситуацию. На данный момент, посмотрите просто, какой у нас рост хороший. Уже почти под миллион скопили. Торговые маршруты вполне себе прибыльные и хорошие. Притом, смотри, даже маршрут, который недавно так вроде появился, уже 200 с лишним тысяч. Чекущий доход день 1700, здесь 700, здесь Д200. То есть, ну, неплохо, неплохо. Разрастаемся постепенно и копим все новые и новые ресурсы. Да, как я и говорил, Севиле, смотрите, уже до третьего уровня доросло. У нас с вами 3 с лишним тысячи здесь. Здесь, ух, при том мое производство здесь достаточно большое, плантация хлопка. Давайте еще, наверное, парочку плантаций поставим тогда, чтобы они вот так вот рядышком были и объединились в единое целое. И давайте теперь посмотрим на статистику. У нас уже 4 октября 1572 года. Маршрут первый вообще 766 тысяч принес. Второй 338. Третье 400 тысяч. Просто если так вдуматься, за это время мы с вами поднялись достаточно хорошо. Ну да, вот, посмотрите, у нас за 6 месяцев бюджет в миллион плюс. Сейчас небольшие потери, я опять застраиваюсь. Это из-за этого такой спад. Ну а так, смотрите. Благосостояние оценивает тоннаж с вами в миллион. Предприятие на 553 тысячи судов на 200. Ну а товаров и наличных не так много, да, они не так уж много закупают за раз. Но ничего, в день мы зарабатываем с вами вполне себе приятно. При том, у меня пока флот чисто торговый. Вроде как проблем особых нет. И живем с вами и расширяемся. В Севиле у нас все хорошо, она растет, ширится. Эти города, я думаю, тоже со временем можно будет поднять. Здесь 260 человек еще на производство. И можем этот отнять, потом еще этот город. И Валедолит, например, тоже забрать под свой контроль, чтобы у нас тут был свой островок. От которого мы можем уже расширяться и увеличивать свое влияние. Вот такая вот в целом вышла игра. Это по сути просто торговая симуляция, где ты управляешь своим флотом, раскачиваешь его. И торгуешь с ближайшими городами. Потом настраиваешь в них свои здания, производство. Расширяешь свою империю, постепенно приобретаешь военные корабли. И дальше будут, как я понимаю, военные кампании против других стран. Англии, той же Франции. Либо, возможно, даже против Нидерландов. Естественно, для этого придется боевые корабли собирать. Еще здесь есть тема пиратства. То есть можно самому пиратом стать. Либо же искать пиратов, которые здесь будут со временем появляться. И сражаться против них. Тем самым получать и славу, да еще и корабли их забирать. И, естественно, ограбленный их ресурс. Бои я в целом здесь не показал. Но сейчас на фоне они здесь будут идти. То, как они здесь реализованы. Не сказал бы, что особо классно. Но как есть. Как по мне, обычные такие пошаговые бои. И все. Нужны они тут или нет? Вопрос на самом деле хороший. В целом, за игрой я провел немало времени. Вполне себе такой сносный показалось. Но посмотрим, как она будет дальше себя показывать. Если она вам понравилась и вы хотите продолжения, то поддерживайте пальцем вверх. И, конечно же, подпиской на канал. Ну а если просто хотите поддержать канал, то можете перейти по ссылке в описании. Игру покупать не обязательно. Просто зайдите по ссылке. Там учитываются переходы. И тем самым тоже поможете неплохо так каналу. А на этом все. Спасибо за просмотр. И до скорых встреч.